Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка, развитая инфраструктура. Срок сдачи 14-этажного жилого дома – третий квартал 2012 года. Телефоны 48333 и 48300. Партнер программы новости – магазин «Время подарков». Подошло время региональных новостей. В эфире телерадиокомпания «Анапа-регион» и я, Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Здоровье тем, кто его дарит. Сегодня в Анапе поздравляли людей в белых халатах с Днем медицинского работника. Открытый урок на открытом воздухе. Анапские школьники, ученые МГУ провели совместное исследование флоры и фауны у треша. Мисс Анапа-2012. Самая красивая девушка курорта будет представлять Анапу на краевом конкурсе в Краснодаре. Ежегодно в 3-е воскресенье июня в России отмечают День медицинского работника. Анапское здравоохранение за последние годы достигло заметных успехов. Это и новые лечебные корпуса, новейшее медицинское диагностическое оборудование, повышение качества услуг, чем несомненно и есть заслуга и самих работников в белых халатах, которых сегодня чествовали в городском театре. Лучшие из лучших удостоились грамот, благодарности и подарков от администрации города. Все, кто когда-либо сталкивался с людьми этой благородной профессии, говорят им спасибо и желают крепкого здоровья. Медицинских работников города-курорта Анапа чествовали в городском театре. С наступающим профессиональным праздником их поздравила глава города-курорта Татьяна Евсикова. От всего сердца, от имени всех анапчан хочу поздравить вас с профессиональным праздником, Днем медицинского работника. Вы избрали однажды в своей жизни самую почетную, самую гуманную в мире профессию. Сегодня эта профессия должна быть по-настоящему уважаемой и почитаемой, в том числе и в сфере материального поощрения. Именно поэтому мы приняли муниципальную целевую программу поддержки здравоохранения и одними из первыми в Краснодарском крае ввели надбавку нашим медикам. В Анапе 15 медучреждений и 200 здравниц, в которых исполняют свой высокий долг лечить людей 5,5 тысяч медицинских работников. Лучшим из лучших грамоты и благодарности вручала лично глава города-курорта. Среди них медицинские сестры, фельдшеры, врачи, чей благородный труд спасает жизни людей и с чьей помощью миллионы отдыхающих в Анапе россиян поправляют здоровье. Аплодисментами встречали сидящие в зале зрители, сотрудники медицинских учреждений, поднимавшихся на сцену ветеранов отрасли здравоохранения. Врач-травматолог Василий Христофорович Лобов три десятка лет вел прием больных в амбулатории Станицы Анапской. Он приготовил к празднику для коллег и главы города сюрприз. Люди в белых халатах Люди в белых халатах Люди в белых халатах Песня на стихе Владимира Трошина «Люди в белых халатах» является гимном медицинских работников России. И поэтому зал подпевал стоя. Концерт творческих коллективов Анапы – это маленькая толика в знак благодарности за самоотверженный труд людям в белых халатах. Бурными аплодисментами зрители наградили самых маленьких артистов – воспитанников детского сада номер 12 «Солнышко» за шуточную сценку на приеме у врача и исполненную по-детски искренне песню о врачах. Лариса Басова, Алексей Мухуртов, Анапа-регион. Анапская власть выбрала непростой, но самый эффективный способ работы на благо города, а именно – тесное сотрудничество с населением. Ведь кто лучше самих анапчан знает, что нужно курорту. Прошлым летом программу развития курорта на ближайшие годы составляли и сами жители города и сел в ходе народного референдума. Кроме того, Маранапа и ее заместители систематически проводят приемы граждан и горячие линии, выезжают на сходы граждан. Такие же сходы проводят и анапские депутаты. Последний прошел на улице Кати Соловьяновой. Депутат Сергей Дорохов встретился с жителями улицы, чтобы обсудить волнующие их проблемы. Диалог получился полезным для обеих сторон и весьма конструктивным. Во дворе одного из домов на улице Кати Соловьяновой собрались жильцы всей улицы. Все они пришли навстречу к депутату Сергею Дорохову, чтобы лично поведать ему о своих чаяниях за родной город. А волнует анапчан многое. Это и вопросы вывоза мусора, и торговля на центральных улицах, и перспективы электроснабжения. Также анапчане поделились своими переживаниями за любимую улицу. Ни крашеные лавочки, ни побеленные тумбы, деревья непостриженные. Ну, в общем, вот так. Машин вон куча, смотрите, стоит с обеих сторон. Вот это все волнует людей. Нет электричества на аллее. Как говорят сами жильцы улицы Кати Соловьяновой, они стараются всегда поддерживать чистоту и порядок возле своих домов. Но вот с пренебрежительным отношением гуляющих по аллее ничего поделать не могут. Поэтому очень надеются на помощь властей в этом вопросе. Очень много вопросов по жилищно-коммунальному хозяйству, по правилам дорожного движения. Ну, вы сами, наверное, видите, насколько вот этот город не красит. Это газоны, в принципе, которые должны быть зелеными. Но сейчас на них стоят машины. Это один из немногих вопросов, которые сегодня задавали мне жители. Эти вопросы, в принципе, легко решаемы. Администрация отреагирует положительно на все эти вопросы, которые были сегодня у нас заданы. Для Анапы очень важно, чтобы власти населения продолжали работать в тесном сотрудничестве. Мэр Анапы Татьяна Евсикова поставила задачу, чтобы ни одно обращение от жителей курорта не осталось без внимания. Депутатский корпус Анапы оказывает большую помощь в решении всех проблем и в организации совместной работы власти и населения. Никита Бойко, Ксения Платонова, Андрей Стародубцев, Анапа-регион. В сентябре исполнится два года, как территория Большого и Малого Утрешей стали заповедными зонами, запрещенные для въезда и входа без специального разрешения дирекции заповедника. Все это сделано для одной главной цели – сохранить уникальную природу заповедников. Ученые-эксперты в области биологии на данный момент проводят описание флоры и фауны заповедника для внесения их в единый реестр. Им в качестве волонтеров и практикантов помогают студенты биологических факультетов, а также анапские школьники – победители Олимпиад и конкурсов по экологии и биологии. За совместными исследованиями юных натуралистов и преподавателя МГУ имени Ломоносова наблюдал Вадим Родин. Эти школьники, несмотря на столь юный возраст, уже носят титулы победителей муниципальных, зональных и краевых конкурсов по экологии и биологии. В качестве главной награды за их достижения дирекция заповедника «Большой Утриш» организовала встречу начинающих натуралистов с настоящими учеными из главного университета страны. Это общая культура, это доброта, это понимание жизни, понимание себя в этом мире. И если это делать с детства, то это, конечно, самый верный путь к тому, чтобы наше общество было цивилизованным, умным, здоровым, и природа сохранилась. На первый взгляд, тем более для жителей Анапы, это обычный лес. Так в начале экспедиции думали и школьники. Однако, близко познакомившись с жизнью и развитием растительного мира малого утреша, дети узнали немало интересных фактов. Вот, например, этот колючий кустарник называется «Держи дерево». И растет он в основном там, где ведет свою деятельность человек. Пусть даже не активную. Это своего рода защитник местной экосистемы. А это ясень, известен тем, что быстрее других деревьев заполняет свободные пространства. Заросли ясеня говорят о том, что раньше здесь велась активная вырубка лесов. Марк Пестов, кандидат биологических наук из Нижнего Новгорода, за пять минут нашел местного жителя, средиземноморскую черепаху. Это единственное вообще место в России, где можно вот так вот пойти и найти вот это животное. А животное редкое, занесено в Красную книгу международную, Красную книгу России, Красную книгу Краснодарского края. Возраст этой черепахи 20 лет. Об этом говорят годовые кольц на ее панцире. При обследовании тела черепахи был обнаружен распространенный в этих лесах паразит – обычный клещ. Но даже паразиты здесь представляют особую ценность. Мы этого клеща тоже давить не будем, хотя вроде как и хочется, да? Но раз уж он тут живет в заповеднике, то пусть живет. Марк Пестов тщательно измерил черепаху, нанес маркировочные отметины и сделал несколько фото. Все показатели будут занесены в общую базу заповедника, благодаря которым в дальнейшем можно будет в динамике изучать жизнь этого вида на малом утрише. Школьники, обогатившись знаниями, уже решили, кем станут в будущем. Я хочу быть экологом. В дальнейшем я хочу изучать природу. Мне вообще нравится все живое. Я, если честно, за компьютерами, как некоторые, часто даже не сижу. Я постоянно стараюсь с мамой на утриш. У меня мама работает на большом утрише в кафе. Я там постоянно хожу в лес, гуляю каждый день по экологической терапии. Где-то в ущельях малого утриша параллельно ведет работу научная делегация из МГУ. Один аспирант, два магистранта и девять студентов. Эти школьники, хоть в начале научного пути, но как исследователи, уже состоялись. Хотя бы в том, что с большим интересом знакомятся с матушкой природой. По окончании полевых работ дети предоставят в научный отдел заповедника свои отчеты, которые будут использованы для экологического просвещения и разработки туристических экологических маршрутов для будущих посетителей заповедника. Вадим Родин, Роман Карпов, Анапа-регион. Стало известно имя Мисс Анапа-2012. Это Екатерина Захарчук, выпускница индустриального техникума юридического факультета, воспитанница продюсерского центра Анапа-экшн. Она будет представлять Анапу на краевом этапе конкурса, который пройдет в ноябре в Краснодаре. Вместе с ней в краевом конкурсе примут участие первая и вторая вице-мисс Анапы. Сейчас мы с вами увидим признанных компетентным жюри красавиц. Наша съемочная группа следила за ходом конкурса «Мисс Анапа-2012». Конкурс «Мисс Анапа-2012» проводит продюсерский центр «Анапа-экшн». Данный проект является старой доброй традицией, которая существует в нашем городе, неоднократно уже показавший тот формат, в котором находится наш город. Город очень красивых, симпатичных людей. Вот, сама основная цель проведения этого мероприятия – это, наверное, идея здорового генофонда, здорового материнства, пропаганда здорового образа жизни. Первый конкурс красоты и эклектичности состоялся в 2009 году. С того времени агентство эстетического воспитания «Южная звезда» и модельное агентство подготовили целую плеяду моделей от 5 лет и старше, которые достойны звания моделей «Мисс», что они и доказали в дефиле на показе моделей одежды. 13 участниц конкурса «Мисс Анапа-2012» имеют не только завидные физические данные. Красивые внешне, несмотря на юный возраст, успели многого добиться и поставили перед собой большие цели. Например, Виктория Новикова – обладатель премии главы города «Одаренным детям». Анастасия Шмакова хочет получить профессию врача. Евгений Красноперец мечтает стать стюардессой. Все они прошли подготовку с хореографами, преподавателями дефиле и актерского мастерства. Эту учебу нужна им не только для участия в конкурсе, но и поможет в дальнейшей жизни. Я считаю, что эти конкурсы для девушек очень важны, потому что это повышение самооценки. Девушки становятся более уверены, более раскованы. Это может помочь им в будущем. Это большое количество кастингов, где тоже участвовала им. Это новая работа, новые друзья, новые знакомства. Только положительные эмоции. Мисс Анапа 2012 признана Екатерина Захарчук, выпускница индустриального техникума. Первой вице-мисс стала Евгения Красноперец. Второй вице-мисс – Элина Зубова. Перед ними открываются перспективы работы в модельных агентствах и участия в конкурсах красоты. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа-регион. С наступлением лета в Анапе началась пора фестиваля детского творчества. Совсем скоро свои объятия гостеприимно распахнет юбилейный всероссийский фестиваль-конкурс детских и юношеских творческих коллективов «Цинёка Анапа». Он будет проходить с 28 июня по 6 июля. Подробности в наших следующих выпусках новостей. А сейчас небольшая рекламная пауза, сразу после которой прогноз погоды на завтрашний день. Спонсор выпуска – магазин мужской стильной одежды «Франт», который с наступлением лета встречает своих клиентов в новой коллекции одежды для жарких дней. Скидки на весь ассортимент от 5 до 40%. Не переключайтесь, вернемся через 24 секунды. Магазин мужской одежды «Франт» не перестает радовать своих посетителей новинками мира моды. Здесь каждый подберет себе вещь по вкусу, как на каждый день, так и на торжественное мероприятие. Экспериментируйте, пробуйте, ищите и найдите свой индивидуальный гардероб вместе с магазином мужской стильной одежды «Франт». Торговый центр «Сорелли», улица Горького, 42, первый этаж. Завтра, 16 июня, в Анапе будет малооблачно, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 26, днем до 30 градусов выше нуля. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воды в Черном море 24 градуса выше нуля. В воскресенье 17 июня, по прогнозам синоптиков, малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 24, днем около плюс 30 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 24. Наш выпуск завершен. Далее реклама от партнеров программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Этот и другие выпуски новостей вы можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. Удачи и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка. Развитая инфраструктура. Срок сдачи 14-этажного жилого дома. Третий квартал 2012 года. Телефоны 48333 и 48300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувство прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются. Подарки остаются. Продолжение следует...